Сияет солнце над водою, и лучики искрят в глаза. Как хорошо, что есть такое, и в этом мире мы друзья. Пусть волны плещут, ветер дует, растет трава, цветут цветы. Меня все это так волнует, и ведь в этом мире я и ты. В избытке силы обновления, познавшие радость и любовь. В простом ты видишь все творение, и к жизни новой вновь готов. 22 июля, день Панкратия. Назван в честь святого священномученика Панкратия, епископа Тавраменийского. Будучи отроком, Панкратий видел Иисуса Христа, общался с апостолами. В дальнейшем он, отказавшись от имени, доставшегося ему по наследству от родителей, ушел в Пантийские горы. В одной из пещер Панкратий пребывал в уединении, посте и молитвах, предавшись самопознанию и находясь в общине только с Богом. В дальнейшем был назначен апостолом Петром в епископы. В этот день пробуют первые огурцы. К этому времени они созревают на грядках. Продолжался сбор черники. Крестьяне даже на некоторое время отвлекались от сынокоса и уделяли время на сбор черники. С ее помощью очищали кровь, лечили печень, укрепляли глаза и многое другое. Приметы. Если уродилось много черники, зима будет морозной. Если черника еще не созрела, будет осень холодная. Первый собранный огурец обязательно закапывали в огороде в тайне от соседей. И это обеспечивало хороший урожай. Хозяйка хочет своему любимому сделать приятное. Конечно, ведь мне кажется, что мужчина все равно эстет. Все равно. Поэтому хочется, чтобы глаз его радовался. Запахи – это запахами, но восприятие визуальное тоже немаловажное. Поэтому мы все сделаем красиво. Давайте. И когда все это красиво, у мужчины возникает… Это 99% успеха. Правильно. У мужчины возникает желание. Вначале съесть, попробовать. Так, съесть, да. А когда он съест, уже сельдерей начнет действовать. И тогда женщина как раз возьмет то, что она задумала. Вот таким и кого. Когда готовила. Ага, ну что, будем пробовать? Ну, пожалуйста. И, кстати, листовой сельдерей благотворно действует на сердечную мышцу. Укрепляет ее и используется в народной медицине как эффективное средство против подагр и ревматизма. Чтобы у вас, мужчина, был здоровый, обязательно, особенно здоровое сердце. Да, вкусно. И здесь чем дольше жуешь, тем лучше появляется вкус. А вот сейчас мы дошли до остренького. Да, вкус меняется. И вообще сельдерея содержит большое количество воды, что делает его отличным продуктом для любой диеты. А сельдерея не поправляется, ваш избранник будет струнным. Это еще объясняется тем, что много воды, имеется еще клетчатка, которая дает. Прекрасно работает желудочно-кишечный тракт. И человек чувствует себя бодреньким. Оксаночка, пробуешь? Как? Вот нравится тебе? Да, мне очень нравится. Долго его жуешь? Да, очень нравится. Вкус получается совсеменной. Сначала вроде как трава травой, а тем не менее дальше жуешь. Вкус великолепный. Кстати, сельдерей полезен и для зрения. Он содержит питательные вещества, которые полезны для кожи и волос. Хотим, чтобы волосы были роскошные. Кожа великолепная. Сельдерей едим. Он прекрасно дополнительно очищает кровь. И что важно отметить, важно особенно отметить, что когда человек ест такой салат, такой черешковый сельдерей, и пьет сок из него, одна часть сельдерейого сока, две части морковного сока, поддаются любые кожные заболевания. Потому что очищается кровь. О, какой. Просто уникальный какой-то продукт. У меня на даче растет такой громадный куст, каждый сезон вырастает. А вот я так периодически его съедаю к концу сезона. Их правильно. Желаю всем телезрительницам и телезрителям съедать по такому кустику сельдерея. Это очень полезно. В течение сезона. В течение сезона. Не, ну а все, что продается в магазинах у нас зимой, тоже можно безопасно использовать. Это и корень, и стебель, и листья. Все можно использовать. А, и диету. Можно диетель дерева съедить.